Где в Москве попробовать аутентичную мексиканскую кухню? Всем привет! Мы на канале Вкусовщина и сегодня мы отправимся в Токирио Лавёрджин и узнаем, вкусно там или невкусно, дорого или дешево. Лавёрджин прикольно, аутентичное меню. Здесь миллион видов тако, бурит и кисадири, но я почему-то нашла в меню ещё кубинский сэндвич с тамбовским окороком. Тут ещё огурцы, наверное, бабушкины, дачные и малосольные. Говорят, что тут что-то очень классное спряталось в мужском туалете. Но я туда зайти не могу, потому что я всё-таки девочка. Мне рассказывали многие-многие мои друзья, может быть, вам посчастливится узнать, что скрывается за это дерево. А ещё тут можно попить водички совершенно бесплатно. Она течёт прямо из стены. Берёшь стакан и открываешь крон. Кстати, можно добавить туда лайм. Пау! Ваше здоровье! Я села есть поближе к кухне, чтобы моя еда пришла ко мне самой первой. Итак, у меня здесь буррито аль пастер с курицей, маринованных пряных специй, их ананасами и всякой другой разной вкусной фигнёй. Вау-вау-вау! Съешь меня? Тако с чориза. Должно быть острое, но мы видим, здесь есть острые перчики. Сверху. Возможно, выпуска я больше вести не буду. Не, нормально. И кисадили с брискетом. Я специально взяла разное мясо для того, чтобы попробовать, как вкусно здесь готовят. Но вообще, в меню есть ещё креветки, треска, свинина. Свинина тоже мясо, но извините, 4 блюда в меня точно никак не влезло бы. Тако чориза. 430 рублей. За эти деньги у меня в нём есть. Мексиканская колбаса чориза, картофель, сыр моцарелла, красный перец и чипотли айоли. Ну, скорее надо попробовать. Я, кстати, ещё вижу редиску. Её не перечислили, но она тоже за 430 рублей есть у меня в тарелке. Чувствую сейчас всё это так и окажется у меня на коленях. Говорить с набитым ртом мама не разрешает. Во-первых, это не остро. Во-вторых, я чувствую только чориза. Хоть дайте картошку отдельно попробовать. Картошка, кстати, хороша. Надо было идти в белорусский ресторан. Я картофельная душа. В разных более или менее мексиканских местах в Москве так и бывает разным. Разные в основном это лепёшка. Она где-то бывает хрустящая, где-то бывает вот такой вот мягенький, как здесь. На мой вкус мягкая, гораздо лучше, потому что её есть удобнее. И в таком случае действительно на коленях оказывается меньше еды, чем когда она хрустит и просто взрывается у тебя во рту. На колени, на соседний стул, на пол, в ботинке. Короче, везде. Я за мягкую лепёшку. Буррито аль пастер. 800 рублей и 600 грамм самого настоящего буррито. Здесь у меня курица, маринованная в пряных специях, ананасы, сыр моцарелла, красный чипоттель с сальсой, рисом, луком и кинзой. Ну, в общем, такая большая-большая шурма, завёрнутая в фольгу. Тоже, подождите-ка, в мягеньком лаваше. Сейчас я до него попробую докопать. Но при этом немножечко нагриленном. Смотрите, он мягкий, но хрустящий. Ладно, спасаю скорее. А я вся грязная, да? Кстати, буррито оказался острее, чем острый... Это так же было, да? Кстати, буррито оказался острее, чем острый тако. Очень прикольная острота раскрывается в конце, так что, если вы были к этому не готовы, знайте, потом вас будет сжечь изнутри неплохо так. Рис немножечко скрадывает эту остроту. Видимо, я откусила самую серединку, и у меня рис почти не попалось. Я сейчас сделаю ещё один вкус. По вкусу достаточно прикольно и сбалансировано. Мне нравится, что оно тёплое, и лаваш всё-таки немножко поджарен. Это вкусно. Буррито классно и вкусно. Но всё-таки я немножко сомневаюсь в его цене. 800 рублей, а это почти косарь. Дороговато, ребят. Конечно, наесться и можно, и можно даже объесться. Посмотрите, это два огромных куска мяса, завёрнутого в лаваш, в рис и во всякую вкусную штучку, ну, типа соусов и других овощей. К нему, кстати, удаётся лайм. Возможно, он тоже не может нивелировать остроту. Но это я к чему. Потому что за 800 рублей можно было бы взять каких-нибудь два блюда в другом месте и более разнообразно поесть. Но вообще, если его доесть, им можно просто убиться. И не ужинать, не завтракать, и не обедать ещё завтра. Кисадилия с брискетом. 580 рублей. Здесь кисадилия с копчёной говяжьей грудинкой, жареным луком, кинзой, соусом чипотли айоли и сыром моцарелла. А ещё к этой кисадилии идёт сальса, сметанка и гуакамоле. Надо попробовать кисадилию со всеми соусами. И без соусов, конечно, тоже. Горячий же. Мне очень нравится, что нет какого-то перебора вкусов. Здесь грудинка, лук и моцарелла. Всё остальное можно добить соусами. Для этого мне их, в общем-то, и принесли. А как сальсу её макать? Это что надо? Сальсу макнуть в мою кисадилию? Такой большой бутерброд. Понятно, почему так много кусочков. Если я всё вывалю везде... Ау! А несмотря на то, что это очень неудобно есть, это всё равно по-прежнему очень вкусно. И снова та же проблема. А, нет, кстати, макается. Нет никакой проблемы, ребят. Ложная тревога. Попробую кисадилию с гуакамоле. Очень авокадно. Но вы как хотели. Я, кстати, не очень люблю авокадо, но этот гуакамоле вкусный. Не как будто бы ты кусок масла ешь, как обычно это с авокадо происходит. Здесь есть действительно вкус. И солёный, и немножко кислый. Я просто готова это есть пальцем. Да ладно пальцем, просто готова пить из этой чашки. Ну что, мой мини-рейтинг мексиканских блюд La Virgin готов. Третье место это тако. Ну, не знаю, как-то мне чуриза не зашло, несмотря на то, что я очень люблю острое. Буррито. Это на втором месте. И первое место, конечно, кисадилии вместе со всеми вот этими неудобными соусами. Блин, не важно, что неудобно. Главное вкусно. Ешьте хоть руками, хоть ногами. Главное, ешьте. Потому что лучше, чем еда и сон, в вашей жизни ничего не будет. А вообще дорого или дешево, вкусно или невкусно, конечно, решать вам. Потому что всё это абсолютная вкусовщина. Но обязательно зайдите в La Virgin, потому что здесь офигенный интерьер. И даже если вы не захотите тратить 800 рублей на буррито, хотя бы посмотрите и попьёте бесплатной воды из крана в стене.